Значит, мой доклад называется «Эйна Кайла. Денский кружок в Скандинавии». Для начала я должен пояснить цель своего доклада. Мне хотелось бы просто представить такую фигуру финской философии, как Эйна Кайла, немножко о нем поговорить. Он практически неизвестен в России, но мне кажется, что очень зря. Для начала небольшая личная история, но без нее не получится выйти на детективную историю. Значит, однажды в 2018 году мы беседовали с Виталием Валентиновичем Целищевым, и как-то разговор зашел, по-моему, через хинтику. Разговор зашел об Эйна Кайле. Но дело в том, что в конце 2013 года я начал учить финский язык, и в какой-то момент мне стало просто интересно выяснить, какие связанные с интересующей меня тематикой философы писали на финском, в том числе, чтобы попробовать переводить фрагменты на русский язык в качестве тренировки. И как раз в тот момент готовился к выходу перевод книги Эйна Кайлы «Человеческое знание. Чем оно является, чем оно не является на английский язык». Я решил посмотреть побольше об этом мыслителе, и в итоге выяснилось, что некоторые интересные моменты, в частности, именно Эйна Кайла может считаться основателем аналитической традиции в Финляндии и Швеции. В этом упомянутом разговоре с Виталием Валентиновичем мы как раз-таки говорили о недооцененности фигуры Эйна Кайлы, о его значительном вкладе в аналитическую философию и ее распространение, а также всплыла небольшая детективная история, которую я упомянул. В статье Юхи Маннинена и Илки Нинилотта об Эйна Кайле, это вводная статья в переводе книжки «Человеческое знание», которая в 2014 году вышла на английском, указано, что Георг Хенрик фон Врикт был студентом Эйна Кайла. Однако Виталий Валентинович вспомнил, что ему попадалась другая характеристика отношений Кайла и фон Врикта. Так, в статье Илки Нинилотта Георг Хенрик фон Врикт о вероятности индукции, это статья 2005 года, указано, что фон Врикт был родственником Кайла. Буквально это указано, буквально вот я процитирую, там говорится, Георг Хенрик фон Врикт начал свое изучение теоретической философии в Университете Хельсинки в сентябре 1934 года. Кайла попросил своего юного родственника выбрать между логической и психологической частями этого предмета. С другой стороны, в статье Юхи Маннинена 2010 года, она называется «Между венским кружком и Людвигом Витгенштейном философские учителя Георга Хенрика фон Врикта», указано следующее, я опять процитирую. Кайла, очевидно, слышал о том, что его новый студент фон Врикт не был полным новичком философии. Однако в черновике этой же статьи Юха Маннинен выложил черновик на свою страницу в интернете. Этот пассаж имеет совсем другой вид, там указано. Кайла, очевидно, слышал о том, что его юный родственник является неполным новичком философии. Соответственно, я написал Юхе Маннинену с просьбой пояснить этот момент, однако не получил ответа. На тот момент Юха Маннинен уже находился на пенсии, а единственный адрес, который мне удалось найти, был его университетским адресом. Возможно, он уже не проверял свою университетскую почту. После этого я обратился за разъяснениями к Илхе Миннилот, который ответил, что Айна Кайла и Георг Хенрих фон Врикт действительно были родственниками. Он подробно даже описал их родственные отношения. Конкретно мать фон Врикта, Рагни Альфтан, была двоюродной сестрой жены Айна Кайла, Анны Лависы Снельман Кайла. Кроме того, Анна Лависа Снельман Кайла приходилась внучкой известному финскому гигельянцу Йоханну Вильхельму Снельману. Другими словами, отец Рагни Альфтан, то есть матери фон Врикта, был братом тещи Эйна Кайлы. И таким образом сын Эйна Кайлы, Олли, приходился троюродным братом фон Врикта. Однако это вовсе не конец детективной истории, а скорее ее начало. Дело в том, что после того, как я сообщил об этой находке Виталию Валентиновичу, он ответил мне, что это не похоже на Юху Маннину. Зачем Юхе Маннину из чистовых вариантов статей выбирать упоминание о том, что Эйна Кайла и фон Врикта находились в партстве? Дело в том, что в 1974 году Виталий Валентинович в течение месяца делил комнату с Юхой Манниным, и он отозвался о нем как об очень скрупулезном и обстоятельном человеке, который весьма ответственно подходит к факту. А так как Юхо Маннинин в том числе занимается и очень усиленно занимается историей аналитической философии в Финляндии, очень странно, что он скрывает родственные связи фон Врикта и Эйна Кайла, о которых ему, очевидно, известно. На этом моя детективная история заканчивается, она ждет своего исследователя. У меня есть некоторые соображения, которые я подчеркнул из комментаторской литературы. Опять же, надо сказать, что мы все, я думаю, убедились, что связывание философских идей с политическими взглядами – это достаточно сложное, спорное и не всегда благодарное дело. Но может быть, вот эта ситуация с Эйна Кайлой связана с его непростыми политическими взглядами. По крайней мере, некоторые комментаторы говорят о том, что он в какой-то мере поддерживал национал-социализм. Наверное, сложно быть практически единственным профессором философии в Финляндии, которая вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии против Советского Союза, чтобы отвоевать потерянные несколькими годами ранее территории. И при этом не поддерживать действия своего правительства. Кроме того, он еще высказывался, наверное, как очень многие по еврейскому вопросу в то время, хотя он это делал достаточно осторожно. То есть в тех комментариях, которые мне дались, он говорит, что есть евреи виновные, есть невиновные. И, конечно, невиновные страдать не должны. Ну и надо сказать, что до завершения Второй мировой войны он полностью порвался национал-социализмом в каких бы то ни было вариациях. Ну, правда, у него есть еще замечательные высказывания по поводу демократии, например, о том, что для функционирования демократии требуется однородность населения. И тут он такой намек осуществлял на неправильную демократию в Соединенных Штатах Америки, в которой население разделено по цвету кожи. Соответственно, белые не могут с небелым населением посещать одни и те же рестораны, например, магазины и так далее. В то время, по крайней мере. Ну и, соответственно, с точки зрения Эйна Кайлы, это противоречит вообще духу Конституции, демократически написанной и всем принципам, и идеалам демократического устройства. Но каким образом надо достигать однородности населения, он, правда, не описывает. Вот. Ну, соответственно, получается еще следующий момент. Эйна Кайлы находился в дружеских отношениях с Эдвином Линхоми Сэм, это бывший председатель национал-коллекционной партии Финляндии, и также он был премьер-министром Финляндии в 1943-44 годах, выступал против заключения мирного соглашения с Советским Союзом. Он считал, что это позор для Финляндии. А после окончания войны его приговорили к пяти с половиной годам тюремного заключения по обвинению в военных преступлениях. Несмотря на это, конечно, Эдвин Линхомиес вышел, в конце концов, из тюрьмы, и более того, он даже был ректором Хельсского университета после этого, и потом еще до своей смерти остался и канцлером. Некоторые комментаторы считают, что вот эта дружба наложила определенную тень на Айна Кайлу. Это, в общем, сложные моменты, о которых я на сегодня перестану говорить. В общем, краткая биография Айна Кайлы, чтобы вообще иметь какое-то о нем представление, и на самом деле достаточно хороший обзор его биографии дается в этой доступной статье. Айна Кайла «Логический империст» — это Илха Маннин и Илки Ниньо. Та статья, вот она как раз в этом английском переводе опубликована. Я лишь упомяну несколько основных моментов. Родился Айна Кайла 9 августа 1890 года в Алла-Ярве, это Западная Финляндия. Его дед Йонатан Йоханссон был викарием в той местности. Его отец Эрки был доцентом факультета теологии Хельсинского университета, а с 1935 по 1944 годы служил архиепископом Финляндии. Вообще Айна Кайла происходил с довольно консервативной семьей, имеющей очень тесную связь с церковью. Например, дядя его отца был архиепископом Финляндии с 1899 по 1930 годы. Можно сказать, что это был своего рода семейный клан, который занимал высшие духовные должности в Финляндии. Тем не менее, Айна Кайла увлекся скорее светской философией и психологией. В качестве отступления нужно упомянуть, что в то время философия Финляндии была гигельянской, а самым крупным философом считался уже упомянутый в самом начале гигельянец Йоханн или Хельмс Нельман. В конце 19 века единственная кафедра философии находилась в Хельсинки. Однако после того, как ее оставил Тидель Фрейн, комбинировавший гигельянство с идеями Германа Лотцэкст, который, кстати, очень сильно повлиял на идеи Фреги, кафедра была разделена на кафедру теоретической философии и кафедру практической философии. Кафедру теоретической философии в Хельсинки как раз-таки занял Айна Кайла, который до этого, с 1922 года, был первым профессором философии в Новом финском университете в Турку. Этот университет был также организован в 1920 году, как в УРФУ, и в этом году оба эти университета отмечают 100-летний юбилей. Естественно, мы их поздравляем с этим. В начале своей карьеры Айна Кайла выступал с критикой материалистического манизма, витализма, позитивизма в духе Эра Стамаха. Ну, это, мне кажется, не самое интересное. Придерживался реализма, отрицался вводимость ментальных феноменов к физиологическим состояниям, хотя при этом настаивал на том, что ментально является биологическим, утверждая, что законы психологии не вводим из биологии или нейрофизиологии. Они как-то другим образом связаны. Но вот с 1920-х годов Айна Кайла начинает налаживать контакты со сторонниками эмпиризма в других европейских странах. В частности, с 1923 года он переписывался с Гансом Рахенбахом, опубликовал несколько работ на немецком языке, идеи из которых обсуждались в том числе в диссертации Герберта Фейгеля, защищенной в 1927 году, и она была написана под руководством Морица Шлика. Подробнее об этом можно посмотреть в комментаторской литературе. Но стоит лишь отметить, что Айна Кайла был в курсе обсуждаемых проблем в области философии науки и был знаком с логической литературой, сейчас с принципием математики и последующими работами. В 1928 году Айна Кайла начал переписываться с Рудольфом Карнопом, отправил ему несколько своих работ, и от Карнопа получил рукопись его книги «Логическое построение мира», которая тоже в 1928 году была опубликована. В 1926 году Карноп ее представил в качестве тезиса для получения хабилитации. Также в 1928 году Айна Кайла написал Морицу Шлику, причем написал ему, жалуясь, что на его удаленной родине он живет практически полной интеллектуальной изоляции. В итоге Морицу Шлик пригласил Айна Кайла принять участие в заседаниях Венского кружка, тогда Венский кружок назывался «Обществом Эра Стамаха», и через несколько месяцев Кайла посетил кружок, а затем в скором времени они издали «Научное миропонимание», вот этот свой манифест, где Кайла указан как близкий к кружку мыслителя. В дальнейшем он еще несколько раз посещал кружок в 1932 и 1934 годах. Публиковался в околокружковских журналах, «Эркентнис» и «Теория», участвовал в различных конференциях, конгрессах, которые участниками кружка проводились. Однако надо сказать, что Айна Кайла не классифицировал свою позицию как логический позитивизм. Так, например, в 1926 году он обозначил ее как логический эмпиризм и в дальнейшем отделял ее, подобно Гансу Рейхенбаху, от логического позитивизма. В дальнейшем я предложу обзор основных идей Айна Кайла в сравнении их с идеями представителей логического позитивизма на основе его книги «Человеческое знание. Чем оно является и чем оно не является». Она была опубликована в 1939 году, в тот же год был сделан перевод на шведский язык, перевод подготовил фон Врифт, а на английском языке эта книга появилась только в 2014. Но, к сожалению, я не могу похвастаться тем, что очень внимательно прочитал эту книгу, тем не менее, кое-какие основные моменты могу представить. Вот эта книга задумывалась Айна Кайла как учебник новой научной философии, а также как систематическое введение в логический эмпиризм для профессиональных философов. Благодаря тому, что книга буквально сразу же, в один год, в 1939, была доступна и на финском, и на шведском языках, она широко разошлась по скандинавским странам и оставалась там популярной в течение нескольких десятилетий. А комментаторы отмечают, что эта книга, в общем, проложила дорогу для аналитической философии в скандинавских странах, которая в итоге стала там доминирующей. Эту книгу можно сравнить с аналогичным классическим изложением логического позитивизма, подготовленным Альфредом Айером и выпущенным всего лишь за три года до нее в 1936 году. Это книга «Язык истина и логика». Эйна Кайла отправил также шведский перевод этой книги Рудольфу Карнапу. Карнап его прочитал, хотя с некоторым трудом он шведским не так хорошо владел. Карнап находился уже в то время в Чикаго в эмиграции. И в ответном письме Карнап даже предлагал перевести эту книжку на английский язык и издать в качестве одного из томов серии библиотеки унифицированной науки. К сожалению, эти планы были нарушены, когда Германия оккупировала Нидерланды, а Отто Нейрату, основному организатору и редактору этой книжной серии, пришлось бежать в Великобританию, где он в скоропостижно скончался в 1945 году. Возможность опубликовать эту книгу на английском языке была упущена, да и сам Эйна Кайла предпочел заняться дальнейшими исследованиями, которые были опубликованы именно в финском и немецком языках. К сожалению, из-за войны Эйна Кайла потерял контакты с большинством участников, переставшего уже, конечно, существовать Венского кружка. И хотя он и был, например, в 1948 году в Соединенных Штатах Америки, встречался там с Карлом Геймпелем и с Куртом Гёделем, но, тем не менее, ему не удалось наладить связи, может быть, из-за каких-то политических моментов. То есть из-за отсутствия публикации на английском языке Эйна Кайла не получил внимания за пределами скандинавских стран, и первые переводы его работ на английский появились лишь в 1979 году, то есть уже через чуть больше, чем 20 лет после его смерти. Итак, вот эта книжка «Человеческое знание. Чем оно является и чем не является». Она состоит из трех частей. Во-первых, это формирование теории, там пять глав, формальная истинность теории – две главы, и эмпирическая истинность теории – три главы. По мнению Эйна Кайла людям от природы свойственно выделять в окружающем мире некоторые закономерности, которые Кайла называет инвариантами. Под инвариантами он понимает некоторые регулярности, что согласуется с его чуть более ранними идеями о степенях реального. В 1936 году он говорил, что в каком-то смысле, чем больше нечто похожее на закон, тем оно более реальное. Да, слайды я не успел заготовить, поэтому только один. Один успел. Значит, инварианты в нашем опыте имеют определенный источник в окружающем мире, поэтому структурно наше представление об окружающем мире и сам окружающий мир должны совпадать благодаря этим вариантам. Инварианты, по мнению Эйна Кайла, конституируются с помощью измерений. Системы же инвариантных отношений представляют собой структуры. Можно говорить, что Эйна Кайла придерживался структурного реализма. Инвариантные структуры существуют, по его мнению, до и вне зависимости от наших теоретических представлений. Уже это кардинально отличает позицию Эйна Кайла от идеологических позитивистов, которые полагали, в частности, Карнов в своей книжке «Посевдопроблемы философии» или Морец Шлик в своей статье «Позитивизм и реализм», что традиционный спор реализма и антиреализма, где под антиреализмом у логических позитивистов выступает феноменализм, является частью метафизики и должен быть изгнан из научных философий. Причем эти идеи должны были быть известны Эйна Кайле. Кроме того, например, в одной из статей Матиаса Нойбера я обнаружил такое замечание, что когда Эйна Кайла впервые прочел «Логическое построение мира» Рубой Факарна Патую, он испытал своего рода кризис своей собственной позиции. Причем потому что ранее Эйна Кайла придерживался точки зрения, которую он сам обозначал как критический реализм, и она предполагала, что обоснование существованию внешнего мира можно дать, то есть можно обосновать существование внешнего мира, и можно получить его описание с помощью чисто научного метода, хотя с точки зрения Карнафа и других логических позитивств это в принципе невозможно. То есть они больше кондиантских позиций в негативе. Тем не менее, вернемся к структурному реализму. Между нашим представлением и окружающим миром благодаря выявлению инвариантов обнаруживается изоморфизм, который Кайла понимает как инвариантность логической структуры. Таким образом он выдвигает достаточно известную идею, ну, например, ее можно проследить до Вингенштейна, и она была поддержана вообще-то логическими позитивистами в какой-то мере, о том, что логическая структура языка отражает структуру окружающего мира. При этом несуществование окружающего мира для Кайлы или отсутствие изоморфизма между нашим представлением и окружающим миром маловероятно, так как в этом случае мы не могли бы предсказать наблюдаемые феномены. Кроме того, Кайла приводит обзор конкретных примеров из истории науки, начиная с Платона и Эклида и заканчивая Лебницем, а также разработкой индуктивной логики Умиля. В частности, Кайла рассматривает концепцию галилеевского знания, в котором имеет место схватывание инвариантов с помощью математических средств, создание таким образом научных теорий, которые в дальнейшем проверяются экспериментами. Галилеевскую концепцию знания Айна Кайла сравнивая с Платоновской или и Аристотелевской концепциями, здесь есть определенные рефрены в сторону работы, диалог о двух системах описания мира. Я, наверное, неправильно воспроизвел это название, но это галилеевская работа. Для Платоновской концепции важна чистая форма с точки зрения Айна Кайла и его интерпретации. Знание возможно только о неизменных объектах, идеях, то есть идеальных объектах. Оно по большому счету не имеет опытного основания. В Аристотелевской же концепции знания физические вещи начинают играть уже некоторую роль, тем не менее, знание все равно возможно только о чем-то неизменном, о сущностях, и при этом оно строится дедуктивно, то есть устраивается на основе логистики. Математические методы вообще никак не работают, и соответственно науку в современном мире, науку в современном понимании мы на аристотельском знании построить никак не можем. У Аристотеля можно найти в метафизике такие пассажи о том, что математика неприложима к природе, там он приводит несколько примеров, говорит, например, о том, что сфера соприкасается с плоскостью только в одной точке, но давайте возьмем шар, положим его на какую-нибудь ровную поверхность, там много будет точек соприкосновения, значит математика не работает в кроющем мире, все как бы от нее надо отказаться. Ну, это аристотельские рассуждения, иногда они бывают наивными, как бы то ни было. Соответственно, формулирование научных теорий в современном смысле у Аристотеля невозможно, так как научное знание, это галилеевская концепция знаний, предполагает различать с одной стороны поиском вариантов, которые учитываются в теориях с помощью рационализации и идеализации математическими средствами. также научное знание требует верификацию, это постановка экспериментов и проверка опыта. И в этом Мейна Кайло достаточно близок к Карлу Копперу, его логике научного исследования книжки 1934 года. Все где-то там рядом во временной шкале находится. галилеевская концепция знания с точки зрения Мейна Кайло предполагает, что для любой общей теории реальности нельзя доказать ее корректность, но при этом он говорит также о том, что нельзя окончательно ее опровергнуть, так как никаких решающих экспериментов нет. рассуждение Контр-Поппер и скорее близкое к более поздним идеям Локатеса. По его мнению, формулирование теории это во многом творческий процесс и он не может быть описан с помощью какой-то логики исследования. Кайло при этом критикует Милевскую индуктивную логику, а также использование теории вероятности, в частности некоторые идеи философии науки в духе Ганса Рахенбаха. Вообще еще в 1926 году Кайло предложил собственную формулировку принципа верификации, которая определяется им следующим образом. Цитата всякое утверждение о реальности должно предполагать нечто определенное относительно опыта, которое является основанием для истинности или вероятности этого утверждения. Ну, то есть, всякое научное утверждение должно выражать что-то относительно содержания самого опыта или из него должно логически следовать, что в таких-то и таких-то обстоятельствах будет наблюдаться тот и тот. при этом принцип верификации у Кайло в отличие, например, от Рудольфа Карнфа служит не для развлечения осмысленных и бессмысленных утверждений, а в качестве критерия научности, что, в общем-то, попер критиковал в своих работах. Хотя нужно заметить, что отношение Кайло к принципу верификации не является таким уж однозначным. Так, он в некоторых своих работах заявляет, что общие утверждения, например, утверждения с квантером общности, то есть законы, они несовместимы с принципом верификации из-за конечности человеческого опыта. Эйна Кайло отвергает кантовскую концепцию синтетического априори, говорит о том, что истины логики и математики надо понимать как аналитические, априорные истины в смысле того, что они являются логическими следствиями определений и истинны независимо от опыта. В этой части он следует идеям Рудольфа Карнфа, согласно которому реальное содержание утверждения определяется классом выводимых из него эмпирических утверждений, ну и таким образом получается, что аналитические истины пусты, то есть математико-логика для содержательной дисциплины. Кайло формулирует четыре тезиса, которые характеризуют с его точки зрения логический эмпиризм. Во-первых, это отказ от синтетического априорного знания, во-вторых, это проверяемость, в-третьих, переводимость, и в-четвертых логический бихевиоризм. И я еще немножко поясню эти тезисы отдельно. Первый тезис. Все априорные предложения являются аналитическими, но если это формулировать в отрицательных терминах, то не существует предложений, которые одновременно являются синтетическими и априорными. Второй принцип формулируется им так. Любое фактическое предложение должно иметь некоторые определенные следствия, касающиеся опыта, или же всякое утверждение, касающееся реальности, должно обладать определенным фактическим содержанием. При этом доктрина логического эмпиризма в предлагаемом Эйна Кайло и варианте предполагает отказ от принципа верификации логического позитивизма, поскольку по его мнению любое фактическое предложение может быть верифицировано или фальсифицировано с помощью опыта лишь в большей или меньшей степени. Ни одно фактическое предложение не может быть полностью верифицировано или фальсифицировано. Даже предложение о чем-то конкретном, например, о каком-то конкретном куске мела. У Эйна Кайло есть рассуждение достаточно длинное по поводу утверждения «это кусок мела». Ну, так как оно вот так как любое такое предложение о конкретном логически влечет неограниченное число факторов. Например, что мы под микроскопом будем наблюдать определенную атомную структуру, что этот предмет оставляет след на меловой доске и так далее. логические позитивисты, в частности Морис Шлик вслед за Людвигом Виттгенштейном полагали, что любое фактическое предложение может быть полностью верифицировано или фальсифицировано, а также может быть переведено в язык опыта. В данном случае под языком опыта понимается феноменальный язык. А вот третий принцип, который предлагает Эйна Кайло, звучит следующим образом. Всякая теория, касающаяся реальности, должна быть переводима в язык опыта. Согласно Эйна Кайле, перевод одного отдельного предложения с физического языка на феноменальный невозможен. Это обязательно будет перевод целой теории. Например, предложение о световом луче и его длине волны. Такое предложение нельзя перевести в феноменальный язык, однако в рамках оптической теории можно вывести некоторые опытные утверждения о распределении световых точек или срезах интерференции. То есть переводу будет подвержена вся теория, а не отдельное предложение. Только такой перевод может быть подвержен проверке опыта. И в этом отношении Эйна Кайла предвосхищает критику, предложенную Уиллардом Куайном в его статье «Две догмы эмпиризма» в 1951 году. Как раз в 1951 году Эйна Кайла ушел из жизни. Четвертый принцип предложения о непосредственном опыте субъекта эквивалентны предложениям о состояниях тела этого субъекта. Правда, этому Тейсу посвящена лишь небольшая последняя глава книжки, которая занимает буквально 10 страниц. Эйна Кайла еще довольно много занимался психологией. У него имеются подробные книги, в которых освещаются его психологические исследования. В частности, его интересовали вопросы гештальпсихологии. Для него было важно обосновать статус психологии как научной дисциплины. И такое обоснование он видел в обращении к указанному тезису логического бехевиоризма. Тем не менее, следует отметить, что Эйна Кайла не был удовлетворен своим решением, хотя без этого тезиса по его мнению психология как наука невозможна. Так как предложения физического языка являются по сравнению с предложениями феноменального языка общими интерсубъективными проверяемыми, то есть они нужным этим критериям соответствуют. Физический язык при этом является языком всего интерсубъективного знания о реальности. Чего-то конкретного по поводу четвертого тезиса в этой книжке Эйна Кайла на самом деле не приводит. Я думаю, что более подробно если кому-то это интересно можно будет посмотреть, но с другой стороны опять же все основные работы по этой тематике его Эйна Кайла написано на финском языке внимания мало кому доступны. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, попробую на них ответить. вопросы, у вас есть какие-то планы на историко-философский материал где-нибудь опубликовать? Я думал об этом на самом деле. Я буквально за эти выходные накидал историко-философский грандиозный материал, как его выросли. Ну и посмотрел, оказалось, что там уже больше 20 тысяч знаков, то есть, в принципе, если перечисать, как-то что-то добавить, сделать нормальные ссылки, будет вполне себе неплохая статья, которую можно где-нибудь опубликовать.